Дорогой Геннадий Петрович, я вас приветствую. Ваши четыре тома я их наизусть выучила. Вы знаете, каждое утро, когда я просыпаюсь, я вспоминаю вас и думаю, как вы смогли написать эти четыре тома, потому что это не так легко. Да, это не так легко. Но это какой-то был очень интересный этап в моей жизни, в который писалось легко, просто, и информация шла буквально-таки отовсюду. Я понял, что лишь бы было твое устремление к чему-то, ты потянулся, и это потянется к тебе. Мне 64 года, и я чувствую, что мне 20 лет, что значит следить за своим здоровьем. Вот именно да. Человек перестает ощущать свой возраст. Когда он следит за своим здоровьем, не избавляется от болячек, а просто-напросто следит за здоровьем с помощью мышления, питания, движения, распорядка дня. Вот они составляющие здорового образа жизни. Многие понимают это не так, как надо, думают это спорт или еще там что-то. Это просто одна из составляющих. Я вам очень благодарна. Я живу в Италии и вижу, как они себя ведут. Кушают неправильно, и мне становится жалко их, потому что их никто не учит. И учить не будут. Все замешано на том, чтобы сделать пищу вкуснее. Намешать такие мешанины, которые здоровый организм переваривает с трудом. Я думаю, вы с этим сталкивались. Так что, дорогой мой доктор, я вам благодарен за все. За то, что вы мне подарили вторую жизнь, и никто мне ее не заберет. Отлично. Человек своими руками. Ему только дай информацию вообще-то, дай информацию, для того, чтобы он понял, как действовать, на что. Что нам надо нормализовать? Надо нормализовать просто-напросто внутреннюю среду, которая складывается, как из жидкостной части. Кров, лимфа, межтканевая жидкость. Так и эмоциональную, то есть вот эту психическую составляющую, чтобы она у нас была бодрая, приподнятая, настроение. Чтобы мы так смотрели с оптимизмом. А не подавлялись самой к себе с помощью депрессивных мыслей и так далее. И дело пойдет, что касается здоровья. Поэтому человек теперь уверен, что он держит свою жизнь, свое здоровье в своих руках и контролирует это. И никто ее не заберет, потому что отцы очень ценят свою жизнь. А многие не ценят жизнь, они не понимают, что это такое. Что это за дар? Да так, живем. И это спасибо вам огромное. Спасибо за вашу работу. Благодарю.